Многие знают про ручки Parker, стремятся к этим ручкам, даже хотят приобрести самую дешевую. Самая дешевая на данный момент это у нас вот эта модель. Она упакована в такую упаковку. Цена в районе 500 рублей. Но мало кто знает, существует тоже довольно известный, популярный бренд, но опять же, кто-то про него знает, кто-то про него не знает. Но ручки чем-то похожи на паркеровские, у них такая же идеология, но стоят они в разы дешевле. Конкретно фирма Zebra уже долгое время выпускает ручки автоматические, и они у нас продаются вот в таких упаковках. Существует несколько цветов, у меня три цвета представлены, но существует еще, по-моему, два или три цвета. Задняя часть у нас вот так выглядит, сделана в Китае. Кто-то скажет, что все эти три ручки одинаковые, отличаются только цветом. Нет, у нас две ручки, помимо того, что имеют разный цвет, но имеют одинаковую идеологию создания корпуса. А третья ручка этой же фирмы у нас немножко выделяется. Ну, давайте начнем вот с этой ручки. Дешевенькая такая упаковочка, но при этом вполне приличная. Вот у нас сама ручка. Металлическая часть, пластиковая часть, здесь полностью идет металл. Здесь у нас есть надпись Zebra. Зажим мягонький. Если его сравнивать с ручкой, допустим, Паркер, то у Паркера более жесткий. По нажатию нажимается точно так же, как вот на этой ручке, на старой Паркере. Если сравнивать с новым Паркером, то здесь жестче. Здесь новый Паркер нажимается более мягко. Внутри имеются пластиковые детали, стандартный стержень. Опять же, такой же, как и в этой ручке. Внутри у нас есть пружинка. Пружинка там держится внутри, не выпадывает. Пишет ничем не хуже, чем Паркер. То есть стержень почти такой же. И по ощущениям ручка также приятно лежит в руке. Но при этом, обратите внимание, ручка больше, чем Паркер. Опять же, кому-то понравится Паркер, именно то, что она маленькая. Кому-то же понравится, наоборот, более длинная ручка. То есть, вот эта вот зебра. Вторая ручка у нас точно такая же. Она имеет металлический верх, низ металлический и пластиковую вставку. Пластиковая вставка окрашена в массе. То есть, это не покрытие. Это именно цвет самого пластика. Здесь отличается только цветом. А вот эта вот ручка, она стоит дешевле. Если эти ручки стоят где-то 350 рублей, то вот эта ручка стоит в районе 300 рублей. У того же самого продавца, у которого и другие ручки продаются. Смотрите, этой фирмы. Но здесь немножко у нас вроде бы сэкономили, а может быть и не сэкономили. В общем, другая идеология. Верх металлический, низ металлический. Здесь пластиковая вставка, но эта пластиковая вставка у нас крашенная. То есть, чтобы подобрать такой цвет, видимо, не смогли найти пластик, чтобы он был в массе окрашен. И просто сделали пластиковую вставку, которую просто банально покрасили. Поэтому здесь у нас ручки гладенькие. Здесь она такая шершавенькая. Пружинка. Вот здесь мы видим, что пластик у нас идет белый. И он просто покрашен вот этой вот краской. Хорошо это или плохо? Я считаю, что это плохо. Потому что здесь вы видите уже содранную краску. Значит, когда-то эта краска у нас будет слазить и здесь. Это, естественно, плохо. Через какое-то время ручка придет у вас в ненадлежащее состояние. И, ну, не знаю, кому-то будет плевать. Но педанты, которые любят ручки, они, конечно, будут уже смотреть на свою ручку. И, конечно, им будет неприятно видеть, что у них ручка вся уже в сколах. И краска с нее отпадывает. Но зато вы получаете довольно оригинальный цвет данной ручки. В целом, ручки Zebra мне понравились. Они стоят недорого. Они автоматические, современные, красивые. Кто-то покупает эти ручки, говоря, что это недорогой аналог Паркера. Но я бы не сказал. Все-таки вы сами видите, что ручки имеют хоть что-то общее. Но при этом у них есть и большие различия. У меня есть и те, и те ручки. И мне и те ручки нравятся. Потому что для меня это не замена или не копия на Паркер. Это просто другая ручка с другой идеологией.